Птицы возможного счастья, морепродукты в качестве новогодних украшений и немного о том, кто сходит за вас на работу. Вы смотрите Народные новости на 24KZ в студии Екатерина Марковина. И обо всем подробнее прямо сейчас. Человек, который когда-то воспел лебединую верность, видимо, не был орнитологом. Любят друг друга всю жизнь голуби и разлучают их только в одном случае – для селекции. Это она делает одну птицу кудрявой и забавной, другую наделяют ангельскими чертами, а третью – демоническими и даже отталкивающими. Такая красота играет злую шутку, лишая некоторых пернатых возможности летать и даже нормально кормить своих птенцов. Глаза, клювы, лапки – все это измеряется, сравнивается и выносится на суд людской. Исключительно идеальной птицы нет, говорят эксперты. Это они, профессионалы, рисуют образ чего-то особенного в своем воображении и начинают подгонять под него живую птицу. О птицах высокопородного полета в репортаже наших корреспондентов. Стресс у людей проявляется взрывом эмоций, а голуби, напротив, замолкают. Это уже вторая межрегиональная выставка в Петропавловске, а картина одна – тишина. В зале более 500 голубей, но воркование как будто выключили на время, и поэтому эксперты оценивают у конкурсантов все остальное. Блеск глаз королевскую стать – это голубиная классика – статные голуби. Это статная птица, завезенная когда-то сюда много лет назад переселенцами, татарами из Казани. И уже с основания города она здесь культивируется. Статная птица, значит, у нее прежде всего стать. И рисунок. Это очень благородная птица, красивая. Вот посмотрите на нее, это вот голубь как будто во фраке. Джентльмен такой. Казанские джентльмены на этот раз уступают пальму первенства узбекским. Заводчик Анатолий Задорожний их в родной Тимиртау привез оттуда, с востока. Полвека занимается этой птицей, но именно данные двухчубы стали украшением и гордостью коллекции. Это они уходят в небо и становятся едва заметной точкой, и выдают в облаках такие пируэты, что голова кружится. Это игровая птица. Вообще, ее летают очень долго, до пяти часов. Вот. С игрой, с красивой игрой. С греблей, с игрой. Вот присутствуют при этих голубях это все. На этой выставке лучшие заводчики Казахстана и несколько птичьих коллекций из Сибири. А это вообще клетки российского сенатора Юрия Ниелова. При них даже свой ветеринар. От нервов дают витамины, холят и лелеют. И не только за красоту. Вряд ли эту птицу с точки зрения обывателя можно назвать красивой. Называется дракон, кстати. А это жалкое зрелище с облезшими перьями тоже задумка селекционера. Так надо. Перья на шее просто не растут. Фантазии, правда, бывают странные. У некоторых птиц за время работы над породой так уменьшились клювы, что им не выкормить своих птенцов. У других крылья атрофировались так, что нужны им не больше, чем пингвину. Сто баллов нет. Потому что это идеальный голубь. Такого не может быть. У голубя всегда найдутся какие-то недостатки. Всегда найдется что-то лучше. Вы знаете, еще несколько лет назад, допустим, у этой летошной птицы была намного проще. Сейчас требования возрастают. Понимаете, возросло требование к форме, чтобы стали более форменные они. Сейчас уже появились требования к голове, чтобы была голова более другая, клюв короче. Есть голуби, сильно похожие на сороку. Есть вылитые чайки, есть павлины от количества перьев, которым трудно и ходить, и летать. А вот у этой клетки обычно переспрашивают, и это тоже голуби или все-таки куры. Ответ кинги. Короли среди голубей. Тяжеловесы. Английская выставочная порода. Есть еще промышленная. Вот то едят и выращивают на голубиных птицефабриках, как деликатес. Они стоят тысячи долларов, но за первые места хозяева получают кубки и медали. А сами голуби славу или даже имя. Трудно представить, чтобы имена были у всех птиц в голубятне, если их несколько сотен. Но победителям иногда дают. Спортивные, почтовые, декоративные – все они уже домашние. И без человека им не выжить. Птица мира не только сближает народы, но и рождает настоящие легенды. К примеру, знаменитого Майка Тайсона по одной из них сделал чемпионом голубь. Точнее, голубка. Мальчишкой Тайсон заступился за птицу, и оказалось, что у него мощнейший удар. Боксу «Любовь к голубям» до сих пор уживается в тяжеловесе. И таких поклонников птицы по всему свету не сосчитать. Настало время с небес спуститься на землю. На сей раз – московскую. В праздничные дни москвичи и гости Нерезиново имеют шанс отправиться в зимний тур по сказочной стране. Манежная площадь буквально залита волшебным светом и уставлена декорациями. Дети и взрослые наслаждаются магией праздника, красотой новогодних елок и поездками на каруселях. Это праздник и для детей, и для нас. Мы можем впасть в детство, вспоминая наши детские сады. Опять-таки, какие-то гирляндочки. Мы же не зря дома украшаем, правильно, свои квартиры. Поэтому я только за. Мне кажется, чем больше, тем более праздничное настроение будет. Неизменный зимний фаворит «Шелкунчик», действия которого разворачиваются на льду Пушкинской площади, привлекает немало внимания. Юные фигуристы репетируют денно и ночно, чтобы не ударить в грязь лицом в день главного представления. Несколько раз в день можно бесплатно посмотреть полную версию постановки. Несмотря на экономические потрясения, люди стараются сохранить присутствие праздничного настроения. То, что сейчас происходит в Москве, аналогов в мире не имеет. 36 огромных площадок с гигантской культурной программой. И всё, что мы делаем, у нас всё делается бесплатно. То есть, например, на Пушкинской площади «Каток» будет представление «Шелкунчик». Проанализировали мнение москвичей. Любимая сказка и спектакль под Новый год «Шелкунчик». Также организаторы рассказали, что посетители ожидают угощения, большинство которых будет бесплатно. На Тверской площади возвели ледовый лабиринт, центральной темой которого стала сказка Пушкина о царе Салтане. Компанию персонажем составили морские обитатели. Один из скульпторов Ирина Кудрявцева довольна качеством льда, но сетует на то, что стройматериал быстро тает из-за тёплой погоды. Кстати, вам не показалось. Все морские гады, мороженые в ледовые блоки, на самом деле настоящие. Организаторы таким образом намерены добиться большего погружения в водную тему лабиринта. Между тем, в Бразилии, где о ледяных скульптурах только мечтают, на короткий отрезок времени воцарилась самбо. Традиционный самбо-поезд, переполненный танцорами и музыкантами, отправился от центральной станции к окраинам Рио-де-Жанейро, откуда и берет свое начало замечательный танец. Мероприятие – это часть официального дня самбо, который отмечается традиционно в декабре. Кстати, праздник переживает бурное возрождение. С конца 90-х годов прошлого столетия ритмы этого танца привлекают все больше туристов и местных любителей зажигательных па. Если ваше пробуждение по утрам все больше напоминает реанимацию, а выговор от начальника – лучшее средство для повышения деловой активности, значит, пора что-то менять. Либо свое отношение к работе, либо саму работу. И вот вам подтверждение – научный факт. Американские ученые в течение двух десятилетий изучали рабочие графики тысячи людей на разных предприятиях. И выяснилось, что излишнее трудолюбие вредно для здоровья. Оно даже более губительно, чем алкоголь и никотин. Но теперь работать за себя из-за того парня будет гораздо легче, если перенять простой и действующий метод от австралийских специалистов. Смотрим сюжет. Мода на подключение своих домашних питомцев к работе в офисе шагает по Австралии семимильными шагами. Теперь появление четвероногого друга в конторе – не вынужденная мера их хозяев, а общепринятая практика. Когда Джеймс Фармер открыл свое агентство по созданию веб-сайтов в Мельбурне, то нахождение собаки в офисе было частью его плана. Пес по кличке Дидж на данный момент – постоянный сотрудник охраны. И по словам самого Фармера, его любят и посетители, и остальные служащие фирмы. Наши клиенты не возражают, а скорее наоборот рады видеть его здесь. Он задает тон и разряжает обстановку. Место работы стало более приятным. Черно-белый офисный стиль сменился на более располагающий повседневный. Практикующие врачи поддерживают идею нахождения собак на рабочих местах и считают, что это оказывает положительный эффект на всех сотрудников и на атмосферу в коллективе в целом. Доктор Брюс Боулом, исполнительный директор ассоциации ВИК-Хелф, говорит, что польза от вовлечения питомцев в рабочую обстановку двойная. По его словам, в результате мы получаем, во-первых, позитивно настроенных и более продуктивных работников, а во-вторых, животное хорошо влияет на здоровье конкретных людей. Есть неоспоримая связь между прекрасным самочувствием человека и наличием животных в его жизни. Ни для кого не секрет, что люди, которые имеют дома питомцев, двигаются гораздо чаще, и у них отмечается более низкое артериальное давление и хорошая стрессоустойчивость. Большинство работодателей соглашается, что такое сотрудничество только на пользу делу. Такие новости без политики на сегодня. Еще больше интересных историй, людей и событий в нашем следующем выпуске. Удачи вам и хорошего настроения! Субтитры создавал DimaTorzok